Ветераны боевых действий, представители военкомата и местная общественность собрались в парке Победы села Николай-Березовка. Мероприятие началось с возложения венков, а затем заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам Лира Мустаева поприветствовала и озвучила исторические факты, касающиеся боевых действий в Афганистане. Уважаемые приглашенные, день 15 февраля вошел в историю нашей страны, как день памяти о россиян, исполнившем сюжетный голос за правилами нашего Отечества. Сегодня в нашем районе, как и во всей стране, проходят мероприятия, посвященные 27-летию вывода советских войск из Афганистана. Эта дата навсегда станет не только в календаре, но и в душах людей, став символом мужества и патриотизма, горькой скорби и печали по войнам. Более 50 краснокамцев были призваны в места боевых действий, где проявили мужество, доблесть и отвагу. Свидетельство тому – высокие государственные награды, которыми были удостоены наши земляки. Андрей Александрович Шостаков из Никола-Березовки награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Илёс Мударисович Шайхолов из Новокабанова награжден двумя медалями – за отвагу и за отличие в воинской службе. Также на митинге выступил начальник мобилизационного отделения отдела военного комиссариата Радик Арсланов. Каждый из нас с этого момента счесть и носит гордое звание «Бойный финансер» и «Бойный финансер» и «Бойный финансер» и «Бойный финансер» Мы рады приветствовать сегодня в наших годах представители власти, руководители общественных организаций, десантники, участников боевых действий на территории Другой Семёновской. Дорогие друзья, стало много традиций на этот день. Собираемся радуемся о том, что мы до сих пор живы, потому что прошло 27 лет. Целые поколения выросли, глядя на нас. До сих пор я хотел бы выразить огромную признательность и слова благодарности, что именно «Бойный финансер» становится преемником наших отцов, ветеранов Великой Отечественной войны. В Краснокамском районе проживают 42 ветерана боевых действий в Афганистане. Все они – активная часть общества, инициативные, находчивые, способные к решительным действиям в сложных обстоятельствах люди. Неоценим вклад общественного объединения воинов, участников локальных конфликтов в военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовив их к службе в рядах российской армии. После митинга районное мероприятие, посвященное 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, продолжилось в Краеведческом музее. По прошествии многих лет, все-таки к нам, ко всем жителям бывшего Советского Союза, и к нам в том числе, приходит осознание того, что афганская война все-таки была не напрасной, что эти жертвы, порядка 15 тысяч по стране, по Советскому Союзу, трое наших полегло, и что вот эти кровь этих ребят была пролита не зря. И думается, что впредь тоже будем отмечать этот день как памятный день, как день воинской славы. По нескольким мероприятиям в год, и это при поддержке, при понимании администрации района, всегда и в финансовом плане они нас поддерживают, и в материальном, надо транспортом, транспортом поддерживают. Поэтому ребята, которые сегодня числятся в нашей районной организации ветеранов Афганистана, более, я думаю, считаю, выгодным положением, хотя бы по сравнению с ребятами-афганцами города Нефтекамска, потому что такие мероприятия с таким размахом, с такой подготовкой обычно проводятся у нас тоже. И уже из года в год все больше и больше мы наблюдаем, что городские ребята к нам тоже подтягиваются. Когда вот начинали закладывать вот этот памятник в парке победы, с глыбы, скажем так, вытесанной, с нанесенными на них именами, у нас была надежда, у инициативной группы, которая создавала этот памятник, была надежда, что этот памятник станет местом паломничества ветеранов Афганистана, ветеранов локальных войн и других организаций, занимающихся патриотическим воспитанием. На сегодняшний день мы видим, что наши мечты осуществились, и мы каждый раз в дни, памятные дни такие, когда мы почитаем погибших воинов, воздаем честь другим воинским памятным дням, собираемся именно на этом месте. И очень даже хорошо, такая традиция, я думаю, хорошая традиция для нашего района. И все уже это видят. Сегодня, кроме того, как бы там ни было, как бы ни было печально, сегодняшний день является концом афганских событий, поэтому он, наверное, еще и является праздничным днем, не только памятным днем. Поэтому я поздравляю всех ребят афганцев, всего района, города Нефтекамска, города Гидель и всех близлежащих, и всех, кто смотрит нас с этим памятным днем. Хочу провелать им долгих лет жизни, здоровья. Февраль месяц, он сам по себе объявляется каждый год месячником военно-патриотического воспитания, и поэтому мы не только вот это мероприятие проводим, вот мы, как уж полагается, обрежаемся вот в эту форму, в парадную форму, выступаем перед школьниками, перед слушателями других вечерних заведений, стараемся донести до них вот эти азы, чтобы они понимали, для чего это, для чего нужна армейская служба. Могу перечислить вот такие вот в школах дни призывников. 9 мая. После 9 мая у нас еще это не заканчивается, что мы каждый год совершаем объезд мест захоронения наших погибших воинов, не только Афганистана, но и Чечни. Это тоже из года в год все масштабные и масштабные становятся вот это мероприятие. Ну и наша основная цель, актива нашей организации, донести в массы вот это наша идея, что никогда не надо забывать войну, ибо если войну забыть, война сама напомнит нам и вновь к нам придет, как пелось в одной из советских песен. На вечер также вспомнили события тех времен, посвятили песни светлой памяти погибшим и благодарили тех, кто достойно отдал честь Родине и трудится по сей день.